Молодой человек пояснил, с друзьями переходили проезжую часть улицы Софьяна на перекрестке с набережной. Неожиданно из-за поворота выскочила черная десятка с белой наклейкой на заднем стекле, сбила одного из них и, не останавливаясь, с места происшествия скрылась. 4 апреля, ориентировочно в 12 часов 30 минут, к социальному педагогу Корежевского индустриального техникума обращался один из обучающихся первого курса о том, что его на перекрестке улицы Софьяна и набережная сбила машина. Социальный педагог вызвала скорую помощь, связалась с классным руководителем, который, соответственно, поставил в известность родителей потерпевшего. Папа приехал и, соответственно, на скорой помощи вместе со своим ребенком уехал, соответственно, в больницу. Ориентировку с приметами скрывшегося автомобиля передали нарядам ДПС. Сотрудники полиции изъяли записи с видеокамер, расположенных недалеко от перекрестка. Он в объектив не попадает, но на одной из камер видно приближающийся к перекрестку транспорт, а на другой удаляющийся. Судя по кадрам, никакая десятка в указанной подростками отрезок времени через перекресток не проезжала. Да, был черный фольксваген, но на записи видеокамер видно, что он едет медленно. После проезда перекрестка никуда скрываться не торопится. Но и продолжение оказалось более чем неожиданным. Подростки признались, что на перекрестке им действительно посигналил именно вот этот фольксваген. Один из подростков перебежал дорогу, а остальные автомобиль пропустили. Никакого наезда не было. Уже после того, как они ушли вглубь дворов, пострадавший в кавычках упал. А молодые люди, вспомнив ситуацию на перекрестке, решили пошутить и заявили о ДТП. Родители в ужасе, в техникуме переполох. Не менее десятка сотрудников скорой и полекции тратили свое рабочее время. Внесем в коррективы воспитательную работу о том, чтобы поставить в известность весь контингент наших обучающихся о том, что такими вещами заниматься себе дороже. В настоящее время по данному факту проводится дополнительная проверка на предмет привлечения участников инкцидента по статье 17.9 КОАП «Задачу заведомо ложных показаний». Продолжение следует...